Собственно, у меня для вас хорошая новость. Опа! И судя по... Классно? Здорово! И они все такие... И замирает на одном дыхании. Что хочу, то и строю. Александр плохого не посоветует. Бедный бодзик. Друзья, привет! Если вы любите бодзи так же, как люблю его я, Собственно, у меня для вас хорошие новости. Оказывается, компания BioTechnology занимается не только разработкой инновационных игрушек или образовательных пособий по-другому и по-дорогому, а еще, оказывается, они делают мебель. Почему мне нравится мебель и она на нашем канале? Потому что если образовательное пространство удобное и красивое, оно мотивирует детей к занятиям. И я вам представляю сегодня достаточно простой комплект мебели для самых маленьких, а о ком мы будем говорить, ведь есть ли эти наборы с 4 лет? Конечно, самых маленьких. Который разнообразит ваше образовательное пространство и сделает занятия увлекательнее и интереснее. Итак, вашему вниманию представляется большая коробка. Но для этого мне немножко придется поднапрячься. Итак, вот такая здоровая штука у нас на столе. И мы с вами, собственно, можем посмотреть, заглянуть, что же находится внутри. А потом все это дело собрать. Раскрываем клапаны и видим, что коробочка полна. И начинаем потихонечку доставать. По моему хлопку все аксессуары на столе. Та-дам! Ну что, друзья, вашему вниманию представляется вот столько много элементов для того, чтобы мы с вами смогли построить стул, стол и посмотреть, что же у него находится внутри. Давайте к этому, собственно, и приступим. Инструкцию я здесь не вижу. Попробую разобраться так. Так, одно защелкиваем в другое. Судя по всему, надо приложить силы, усилие. Опа! Там защелки в конце. Дальше закручиваем ножки. Пластик мягкий. Это плюс. Это я к тому, что он не хрупкий, а он именно, что такой, приятный на ощупь. Вот бывают дешевые пластики, а бывают хорошие пластики. Так вот здесь похоже на хороший. Так, делаем. Окей. Окей. Стул готов. Класс. Далее. Переходим к столу. Собственно, предлагаю его перевернуть. Судя по звукам, там что-то есть внутри. И судя по... А и правильно, собственно. Он же противоударный. И судя по тому, что обычно в нашей студии все летает, я не успел договорить вот этот момент. Нужно будет придерживать, когда будем переворачивать. Вот всегда поражался. Вот смотрите, здесь стрелочка, а здесь засечка. Вот здесь засечка. И засечка должна попадать вот на эту стрелочку. И тогда... И это туда же. У нас будет с вами идеальный угол этой ножки. Соответственно, берем и докручиваем. Опа! Все. Докрутили. Делаем так же с другими ногами. Вот тут просто все. Вот себя будем делать. Из себя не получилось. Делаем от себя. Ну что? Стол есть. Очень устойчивый. Стул есть. Крепчайший. Смотрим, что под столешницей. То есть у нас с вами есть одна поверхность гладкая, на которой ребенок может работать. Это пластик. Соответственно, можно рисовать, потом убирать. И обрабатывать. Далее. У нас есть с вами пластины. И внутри набора. Ох ты, смотрите, как аккуратненько все закрылось. И важно. Смотрите, я это сейчас только увидел. Поскольку внутри у нас с вами находится 172 кубика. Из которых мы можем строить различные интересные штуки. И, собственно, благодаря этому бортику наши детали будут находиться всегда на столе. Они минимизируют риск того, что они будут падать и расстраивать наши любимые чаты. Другое дело, что я хочу вам показать все это воочию. А высота стола сейчас мне это сделать не позволяет. Поэтому сейчас я обращу ваше внимание на аксессуары, которые идут в комплекте, для регулирования высоты этого стола. А дальше мы открутим ножки, поставим его на столешницу. Я вам покажу уже поподробнее о содержимом. Итак, убираем столешницу, заглядываем внутрь. Собственно, здесь у нас с вами встречают вот такие элементы, вставочки. Которые мы можем одеть на наши ножки. Точнее, на ножки этого стола. Тем самым, с ростом ребенка, отрегулировать высоту этого стола. Дав ему возможность и дальше радовать наше любимое чадо. И, друзья, перед тем, как я совсем тут перестрою. Покажу вам, как крепится вот этот накопитель, который вам будет помогать. Здесь можно хранить те же детали. Или, допустим, другие компоненты, которые вам нужны. Карандаши тоже там можно хранить. Собственно, откручиваем ножку. Одеваем сверху корзинку. И обратно ее закручиваем. Вот таким образом у нас всегда будет система хранения удобная под рукой. Не надо крышку поднимать, чтобы залазить за нашими карандашками. Которые будут помогать нам творить великие шедевры. Классно? Здорово. Других слов пока не нахожу. Окей, переходим к столу. И посмотрим, как строить, собственно, на этой интересной поверхности. И, собственно, давайте покажу, что находится внутри. Как вы это все дело получите, если получите. У вас будет вот такая инструкция по строительству. Тут все просто. Несмотря на то, что на английском языке, просто нечего читать. Все в картинках. Дальше. Как работать со столом. Как его правильно собрать. Как увеличить высоту. Далее. Раз. Набор деталей. Напоминаю, что у нас детали с вами находятся 172 внутри. Второй набор деталей. Что-то ко мне тут прицепилось. И третий пакет. Все пакеты подписаны. А также набор с наклейками. Друзья, важно, что из вас мало кто знает, что детям нравятся подвижные элементы. Различные железные дороги, деревянные железные дороги. То есть то, что может уезжать, менять свою траекторию, потому что для них это все не очевидно. А еще и больше детям нравятся треки, которые позволяют запускать шарик. Потому что шарик перемещается из точки А в точку Б динамически, задевая параллельно различные элементы, которые приводятся в движение. И они все такие... И замирают на одном дыхании. А это вам и нужно. Привлечь их внимание. А дальше делайте, что хотите с ними. Потому что процесс образовательный с этого момента начался. Если вы преподаватель, который любит рассказывать про технологии, расскажете про историю времени. Как она влияет на скорость движения, как влияет на вес и прочее, прочее, прочее. Все это очень интересно. А вы можете просто развлекаться. Ну что, друзья, быстро я собрал вот такой трек. Как они в реальности выглядят, вы можете посмотреть вот здесь. Внутри находится одна инструкция для строительства. На самом деле их количество больше. И благодаря электронному приложению, которое находится в магазинах ваших смартфонов, вы можете скачать и найти то, что нравится вам. Я имею в виду инструкцию для строительства. Итак, в чем суть в том, что мы строим различные треки. Имеем дело. Имеем возможность построить их так, как нравится именно вам. В данном случае, поскольку я построил трек не совсем правильно, сделал высокие вот эти спады и высокую скорость, то он не всегда корректно у меня работает. Ну-ка. А вот сейчас отработал хорошо. Главное его предварительно не разгонять. У нас внутри находится вот такой персонаж. И можно будет построить дополнительные механические конструкции, которые превратят этот интересный трек в парк аттракционов. Будет все шевелиться, двигаться. Вот так, собственно, работает вот наш накопитель, про который я говорил. Вот этот бортик, который позволяет здесь хранить элементы, с которыми мы время от времени взаимодействуем. То большое количество элементов, которые осталось на столе, я специально стал убирать, чтобы вам показать, насколько большая конструкция здесь на самом деле будет построена. И другое дело, что эти же кубики позволяют заниматься творчеством в свободном формате. Что хочу, то и строю. Экспериментирую. Запускаю шарики навстречу друг другу. Да что вы придумаете, то и будете делать. Шарики сделаны прозрачными, специально. Я на вашем месте засыпал бы туда какую-нибудь крупу, тогда они еще и будут иметь разный вес, и, собственно, будут шуметь. И визуально тоже они будут выглядеть уже совсем по-другому. И не забывайте, что на столе на моем сейчас находится всего лишь крышка, двусторонняя, с гладкой поверхностью для повседневной деятельности, и с обратной стороной, для того, чтобы вы могли конструировать. А на самом деле это все набор удобной мебели. И если мы возьмем стул, то он выдерживает мой вес. Убедились? Александр плохого не посоветует. Мне нравится показывать вам современные решения, не только с точки зрения образования, а еще и для создания образовательных пространств. Потому что если ты пришел в настоящее образовательное пространство, то сами стены говорят тебе и помогают учиться. Это же здорово. Пишите в свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. И, кстати, цена классическая. В настоящее время в 2024 году 18333 рубля. Вот такая красивая цифра за столь крутое решение. Оно вам прослужит долгие годы и будет приносить только радость. С вами был Александр, канал «Алис Вопрос». До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok